Давайте знакомиться с ребятами, кто слушает. Я андроид-девелопер, и я так понимаю, что ребята тоже андроид-девелоперы. Правильно? Да. С картинами уже кто-то работал, кто-то трогал их? Нет, ты не еще экспериментал. Ну а вот насчет экспериментал, как бы там ничего страшного нет, как говорит Елизаров, что экспериментал это не значит альфа или бета, это всего лишь значит, что экспериментальная разработка, которая уже в продакшене и которую можно включать. В принципе, основной нашей мотивацией, почему мы решили к ним прийти и попробовать, помимо всех плюшек, которые рассказывают в презентациях, на самом деле сейчас только-только, я думаю, начинается хайп по всему этому. Есть одна простая мотивация, это если ты пишешь на Kotlin, пиши на Kotlin, а не на Kotlin а-ля Java style или еще что-то. Не знаю, как у вас, но я, например, очень не люблю, когда в проекте начинается именно каша, когда Kotlin с Java и все это перемешано. То есть, либо ты пишешь на Kotlin, пиши на Kotlin, пиши на Java, пиши на Java, в этом ничего плохого нет. Но если ты уже используешь другой язык, то пробуй его плюшки, которые есть и которые можно и надо использовать. Поэтому мы посмотрели в сторону Kotlin, потому что с многопоточности это вообще отдельная тема. По моей практике, сколько там они проводили собеседований, процентов, наверное, 40 минимум, а то и больше, в этой теме плавают. Вот. Поэтому, не знаю, как у вас. Кто хорошо себя чувствует, в принципе, с многопоточностью? Давайте переключку сделаем. Меня или не слышно, или... Тебя слышно, тебя слышно. Да нет, но просто в основном все многопоточности делается с нами через Rx. Ну, я не знаю, что кто-то в последнее время использовал многопоточность, всякие эти... Notify, Locky и прочее все. Ну, на самом деле, да, в Android как бы многопоточность, которая имеет Java, да, и в принципе там все фреймворки, которые могут быть. Ну, это на самом деле мы за собой тянем большой, огромный паровоз, который, по сути, нам надо в трех-четырех местах, потому что, ну, как тот же проводит Google, клиент должен быть тонкий, то есть минимум логики. А если минимум логики, то, в принципе, у нас и нагрузки такой нет, что надо делить. Ну, как бы есть нюансы, когда, да, там отправили какой-то запрос, что-то там обработали в базе, какой-то запрос, и все. Ну, если логика перегружается, то уже что-то неправильно, в принципе, в архитектуре данного продукта, вот. И поэтому, как бы, да, многие разработчики, то у них остается там инструмент, а не инструмент, а задача, да, там отправить запрос, там что-то там выкинуть, все. И, как бы, вот эти все моменты с синхронизацией, с какими-то там общениями между потоками, у них этих задач, в принципе, нет, потому что чаще всего, что мы стрельнули, подождали, получили, да, либо просто стрельнули, оно работает, и все. И тут, поэтому, вот, немножечко пойдем больше по теории, плюс я расскажу какой-то свой опыт, который мы уже успели получить, небольшой. Поэтому, если будет неточность, это обязательно вместе уточним, вот, будут вопросы, постараюсь на них ответить. Вот, первый слайд, смотрите, в принципе, в практике, да, разных языков есть основные три подхода к мегапоточности. Первый – это колбеки, которые в Java тоже, в принципе, использовались раньше, в JavaScript без этого нет. Future Promise – это вот как раз тот Rx, который нам, в принципе, привычен. И еще один подход – Syncavate, который в C-Sharp, но в Java я видел даже библиотечку, даже в одном проекте подковыривали, но это было, ну, непривычно, скажем так. Не скажу, что странно. Я, на самом деле, как бы тоже, ну, как и любой андроид-разработчик, там, не делал очень крутые какие-то там штуки, которые надо было синхронизовывать. Ну, когда я нам наткнулся, там, был просто обычный запрос в Retrofit, вот с этим подходом, я немножечко так вот запнулся в плане того, что сначала не понимал, что происходит. Паша, у тебя что-то со звуком опять. Паша, мы, к сожалению, тебя не слышим. Не знаю, что за прикол. Приколы, как в прошлый раз, я помню, с прошлой презентации. Я думаю, я еще раз за 4 или 5 отвалюсь. Просто, если вдруг я пропадаю, говорите, что ты пропал, потому что я обычно, у меня идет монолог. На каком моменте я отвалился? Я опять отвалился? Да, Syncavate. Ага, все, отлично. Окей. Ну, я думаю, может быть, что-то вы пропустили, я уже не помню, что я вам делился. Про библиотечку, наверное, да? Да. Джава-вскую. Окей. Ну, кому будет интересно, можно будет ее посмотреть, но, с другой стороны, карутины в Котлине, они позволяют реализовывать любой из этих трех подходов, к которым мы привыкли. Ножка наберет забегу, скажу, что, в принципе, как бы с Рэйкса спрыгнуть на карутины очень просто. Вот. И во многих моментах они там… Я даже видел примеры от Элизарова, что он там где-то миксует это все. Какое преимущество спрыгивания на карутины? Это мы попозже расскажем. Давайте… Последним слайдом мы потом придем. Давайте сейчас просто послушаем, что такое карутины, потом расскажу, почему, что нам понравилось, что нам не понравилось. Вот. И про преимущества поговорим. Вот. То есть карутины, да, если мы посмотрим Википедию, долго не гуглил, смотрел карутины, да, сапрограммы. То есть, по сути, программа, которая может прерываться и переключаться между задачами. То есть, придумано это было очень-очень давно, с 60-х, там, 50-х годов это уже было в некоторых языках опробовано. Вот. Люди как бы ушли. В принципе, я первый раз с карутинами столкнулся, когда изучал Go. Вот Go карутины – это, в принципе, никто из вас Go не слушал, не учился. Кстати, рекомендую ваш курс. Это, кстати, было у вас в офтсерве, я послушал экспресс-курс по Go. Вот. И там как раз была классная реализация карутин. И, ну, я впервые встретился такой реализацией, как конкуренси. Но было очень круто. И, в принципе, когда пришли к Отлину, сразу не возникло проблем, потому что уже с этим сталкивался. Люди, которые не сталкивались, поначалу оно может быть сложно, но по факту оно намного проще. Потому что, ну, гибче API. Вот. Тем более, как бы в Котлине вся сама карутина, которая есть в языке, вернее, ингредиент, да, только то, что обзывается карутина – это всего лишь одно ключевое слово, которое называется «суспенд». И, как бы, как проводят в самом Котлине, да, говорят, что вот мы сделали карутины, которые позволяют писать асинхронный код естественно. То есть у нас не надо уже не придумывать какие-то конструкции там из коллбеков, да, не какие-то там фичерсы из РХ, когда у тебя вот функциональщина, да, в языке ОП, особенно когда она появлялась. Я не знаю, как вы застали еще, когда не было РХ или нет. Но вот когда только-только появлялся РХ, самая большая проблема была для ребят, которые не работали с РХ, это войти в нее, понять. Потому что, ну, было очень непривычно. Вот. Но если использовать карутины, то здесь все становится проще. Видите, появляется просто слово «суспенд», которое помечает просто функцию, которая будет прервана. Единственное, что появляется ограничение, что «суспенд» функцию мы можем вызвать только из «суспенд» функции. Ну, либо в «карутин» билдере, о котором расскажу немножечко позже. Ну, вот. В принципе, сейчас их основные – это «лаунч», «асинг» и «ранблокинг». То есть, это, видите, три основных «карутин» билдера, внутри которых мы можем вызывать наши «суспенд» функции. Как это выглядит на коде? Вот, видите, да, то есть функцию «main» помечаем «ранблокинг». Ну, по сути, карутины представляют себя демону. То есть, если мы запускаем в одной функции несколько карутин, и потом эта функция заканчивается, то все карутины спокойненько гаснут. Поэтому мы помечаем ее «ранблокинг», чтобы она дождалась выполнения всех карутин, которые стартуют в этом методе. И видим следующее слово «launch». То есть, здесь мы создаем метод, который будет прерван. И этот метод возвращает такую сущность, как «job». Сейчас я немножечко покажу, как это. И вообще, в принципе, что такое карутина? Кто-то читал, смотрел, знает под капотом, как оно реализуется. Как именно в котлине? Ну, они, в принципе, реализованы везде одинаково. Я не знаю. Ну, по сути, это обычно стоит машина, у которой есть несколько стейтов, которые там перехватывают на себя время исполнения, да, там делают функцию, потом меняют свой статус, передает время другой функции. Вот, и они как бы по очереди, как цепочкой, по чуть-чуть выполняются. Есть сущность, которая менеджит это выполнение всех карутин. Сейчас она вылетела, как она называется, к сожалению. Ну, как бы, если заглянуть под капот, то там обычный свитч со стейтами, и который в определенный момент там клацает, работает, не работает, занята. Вот, и вот, в принципе, какая наша задача, да, понять, как мы можем идти в синхрон, и что, как засинхронизировать, отменить, либо, да, там, либо рестартануть. Вот функция launch, которая говорит, как бы, стартануть и забыть, возвращает сущность job, которая из себя представляет, ну, вот ее блок-схема, грубо говоря, ее все состояния. Она новая, она стартует, она закончилась, ну, заканчивается и закончилась. Либо мы можем ее отменить, либо довыполнить. То есть, вот, если мы сейчас прыгнем назад, видите, вот сущность job join. Ну, я думаю, видите, ладно, вы все кивнули. Если мы уберем job join, то, получается, карутина завершится раньше, чем будет вызван результат. Ну, и, по сути, не выведется он. То есть, как бы, функция закончится, и все. Join мы, как бы, синхронизировали, выверли результат, и все. Также там есть у этой job, отменить ее, там, ну, если честно, можем глянуть. Давайте, в принципе, в опишке можете посмотреть. Там у них очень много всяких плюшек, типа, закончите, там, замерджите, еще что-то. Но, на самом деле, мы пока до такого не дошли, нам достаточно вот такого вот реализации, чтобы понимать. То есть, понятно, да, в рамках лаунч мы можем вызывать уже любую suspend функцию, которая будет уже выполнять свои задачи. То есть, это есть этот блок, который будет suspend. Вот. Ну, на что это похоже? Ну, по-моему, на обычный, да, тред, который мы там запускаем и что-то там менеджим. Она просто пишет, как рутина, на completable future основана. Похоже. Смотрите, на фьючерсах основано вот следующее, если мы посмотрим, это уже появляется слово await. Ой, тьфу ты, не await, а sync. Вот именно метод sync, мышку мою видите, да? Да. Вот, смотрите, вот этот sync как раз и возвращает этот фьючерс. Ну, тут видите, немножко пример посложнее, да? Тут вот есть несколько suspend функций. То есть, примитив, опять же, я взял код из презентации, презентации Елизарова, презентации перевода с Хабра. Ну, зачем использовать велосипед, если все есть, на это можно показать. Там, смотрите, как порядок, да, можем разобрать по порядку. Первым делом, видите, мы под номером единичка, опять же, помечаем наш код в крутин-билдере, да? Оборачиваем, чтобы был блокирующий немножко код. Вот, затем у нас есть, вернее, запускаем ланч, который возвращает джобу. Вот, и в нем вызываем прерыву, ну, suspend функцию нашу, которая, вот видите, тоже делает задержку. Причем, смотрите, delay – это неблокирующая функция, она будет прерываться. То есть, она не блокирует поток и выполнение, ну, еще одно из преимуществ, в принципе, крутим, что… Ты отвалился. Отлично. Так вот, асинг, который возвращает фичерс, которые, вы спрашивали, которые, в принципе, это есть аналог Rx. И, чтобы получить результат, видите, конструкция синг-авейт. Как выглядит блок-схема? Здесь вот по принципу того же, да, самое начало Rx, когда у нас там есть, он success, да, он error. Абсолютно точно так же мы можем получить и узнать, что там есть зафейлилась, либо за резолверась. Короче, все было успешно. Ну, в принципе, вот на этих конструкциях мы сейчас, в основном, и перекатываемся из Rx. Вот, ну, как бы то, что надо подгонять, опять же, если посмотреть методы, там они точно такие же есть, как мы ожидаем увидеть в любом фичерсе, да. В котленовских карутинах они возвращают, называется different объект. Ну, по сути, это тот же фичерс, который спрашивали. Вот, еще один момент, на который надо обратить внимание, никто не спросил, давайте верну назад. Вот, видите, вот этот вот в скобочках мы указываем такое понятие, как рутин-контекст. Это, по сути, контекст, который будет использован для запуска к рутин. Это, по сути, тот диспетчер, который вызывает, вот, менеджет между потоками. Ну, смотрите, в бошенных карутинах, как нам рассказывали, каждая карутина, ну, смотрите, называть карутину и поток – это абсолютно неправильно. Но это разные вещи, они работают по-разному. Поэтому, если, допустим, поток привязан к ядру процессора, все вы знаете, да, что мы уходим на другой поток, это у нас сразу открывается задача и сразу выполняется на другом ядре процессора. То карутины не привязаны к ядру процессора. И, в принципе, они не привязаны к потокам. Но они же в каком-то потоке все равно выполняются. И вот если у нас не передается этот карутин-контекст, то уже сам фреймворк решает, на каком потоке это все вызывать. Ну, и сам менеджет это все. Но мы можем еще принудительно. Мы можем создать свой пул, в котором мы можем выполнять наши задачи, то есть там кастомный какой-то. То есть common pool – это дефолтный пул, в котором, опять же, сам фреймворк решает, где будет вызываться данная карутина. Плюс, если мы, допустим, на следующем слайде видите common pool, плюс мы можем создать свой кастомный пул, а можем еще их мерджить между собой. Из плюшек в том, что выбрав определенный пул, дочерняя карутина может быть прекращена вместе с родительской. То есть если мы вызываем в одной карутине вторую карутину, там они могут выполняться как в одном пуле, так и в разном. Притом, если они выполняются в одном, то при остановке родителя все наследники карутины будут тоже остановлены. Либо если мы там переключим другой пул, то она еще будет жить. И вот здесь как раз мы можем заменеджить тот момент, когда я говорил, что карутины могут жить в UI потоке. Вот видите, мы просто указываем, что это будет в UI. И при запуске данной карутины, ну вот пример будет, вот у нас есть 4 поля, которые мы выводим. Это обычный клик на кнопочку. Мы нажали кнопочку, у нас отработала первая, вторая. Рутина там где-то встарала в очередь. Вот она отработала, потом отработал delay после нее. Плюс вот здесь вот мы можем еще дописать один флажок. По-моему, называется, ой, там что-то диспатчерит. Или, сейчас, сейчас, я вспомню. Подглянуть хотел, не, быстро сразу не подгляну. Там, где мы можем принудительно сказать, что карутина должна выполниться моментально. И тогда у нас будет немножко другой лог. Там сразу будет before lunch, потом сразу все карутины, и в конце уже будет after lunch. У меня вопрос. А какой смысл запускать карутины в UI-потоке? Потому что это все равно будет асинхронно. Это моя тоже питание, да? То есть, если мы используем тот common пул, который сам вырешивает, на каком треде мы можем выполниваться, мы, например, берем и запускаем какую-то карутину из UI 3D, и мы хотим сделать в середине нетворк пол, да? То, ну, чи безопасно это делать, чи я там вероятен, что она будет выполняться на UI 3D, и... Смотрите, как, в принципе, будет выглядеть. Нет, exception там тоже хорошо хендлятся. Ну, вот пример, смотрите, вот как раз ваш вопрос. Вот у нас кусочек, да, где у нас там идет, грубо говоря, асинхронный тред, да, вот мы это запускаем в UI, чтобы там где-то что-то засетить. Ну, это, кстати, пример не очень хороший, но я что нашел, то было хотя бы как, чтобы вы немножечко поняли, как оно работает. Смотрите, вот у нас есть две асинхронные джобы. Вот видите, то есть я ухожу, то есть это там, грубо говоря, мы уходим там в другой поток, suspend, что-то там получается. Видите, здесь мы не указываем, что оно в UI, оно идет на сервер, грубо говоря. Вот здесь вот мы дожидаемся, по сути, наш success. И после этого мы сетим. По сути, вот у нас идет кусочек, который идет не в UI, и вот попадает тот, что в UI. Но за счет того, что карутины – это не потоки, они все равно выполняются быстрее. Вот, и иллюзия создается асинхронностью. Ну, как, например, в JavaScript, в принципе, у них нет такого понятия, как асинхронность. В JavaScript есть асинхронность. Ну, оно все идет в одном потоке, но они как бы это все синхронно выполняют. Правильно? Не асинхронно выполняют, а синхронно. Хотя сам JavaScript однопоточный. Да, однопоточный. Тем не менее, там есть вот этот момент асинхронности. Правильно? Ну, то есть, если в Java, там, ладно, мы говорим, что у нас есть потоки, там, за счет того, что это многопоточный язык, есть ядра, да, то JavaScript, он однопоточный, и тем не менее, там есть, да, инструменты, которые позволяют нам делать асинхронный. По сути, он это делает в UI-потоке. То есть карутины, по сути, нам позволяют добавить этот, вернее, не добавить, ну вы же знаете, да, что Kotlin работает совместим с JavaScript и с Java. Kotlin с JavaScript только если ты используешь там трансфиллер с Kotlin в JavaScript и все, а так он на сто процентов не совместим с JavaScript. Смотрите, они уже 1 и 2 хотят, позволили синхронизировать логику, да, из JavaScript и с Java, вот, и они работают над тем, чтобы это была как бы полная совместимость. Кому интересно, у меня есть предположение, но это предположение расскажу уже 22 сентября на докладе, на другом, там я буду рассказывать про Flutter, вот, это так, анонс. Так вот, смотрите, в любом случае они стараются как-то эти инструменты использовать и привносить сюда. Ну, вопрос о том, почему, ну, почему выполнять в UI потоки, ну, я же говорю, вот, в JavaScript, да, у них один поток UI, все равно они умудряются делать асинхронно, то есть код у них ускоряется, нет блокирующих задач, которые подфризнут ваш UI. Ну, я подумаю, что это вы согласились со мной. Окей, и самый интересный вопрос, наверное, последний, да, ну, который, наверное, мало будет применим в Android. Честно, мы пытались придумать какие-то задачи, вот, но пока, на самом деле, с реализацией такой какой-то сложной задачи, ну, во-первых, мы, как бы, и корутины пробуем в маленьких проектах, потому что, ну, сразу в продакшн тулить неизвестный фреймворк, это так, я считаю, принципы самоубийства и самоубийцы, которые там сразу бах в продакшн, что-то новенькое. Вот, поэтому трогаем на таких небольших проектах, но, тем не менее, есть еще один инструмент, который используется, это именно коммуникация между корутинами. Для этого есть такая сущность, которая называется актор. Эта сущность сама по себе является корутиной, которая может использоваться в любом контексте, и которая имеет в себе такую сущность, как канал. Канал, по аналогии с гоушным языком, это пайпы. Ну, вот та сущность, через которую… Гоу-каналы тоже есть. Ну, я не такой знаток гоу, я говорю, хорошо, что поправили. Но, в принципе, принцип один и тот же. Вы помните, да, что там они между собой общаются, реализуют стратегию, по-моему, FIFO, да, если я не ошибаюсь, поправьте, если я не прав. Ну, окей, ладно, надеюсь, прав. И вот именно через эти каналы идет, в принципе, общение между нашими корутинами. Ну, то есть по коду, посмотрите, да, у нас стартуют две корутина, в одном пуля, вот, и которые через сам актер, который у нас каунтер называется, пытаются вытягивать, да, там отправляют сообщение и получают. Вот, ну, скажу честно, что это пока у нас в практике, мы сейчас только-только трогаем. Ну, я пока еще не видел прикладного применения в андроиде, ну, честно. Это скорее больше такая бэкэндная штука, когда тебе там надо каких-то несколько запросов поработать, сделать какую-то прокси-сущность, ну, в андроиде все как-то делается проще. Ну, поэтому, давайте, если будут вопросы, вместе можем поискать ответы. Если нет, мы почитаем, вместе обсудим, как раз, когда я приду к вам в гости. Вот. И вот вопрос о том профите, который, да, спросили вопрос, зачем нам это менять. Первое, первое, того, что там на котлине пиши на котлине. Есть еще огромное преимущество, это ее легковесность по сравнению с потоком. Самая ресурсоемкая операция – это перескакивать с потока на поток. Так как все это идет иногда в одном потоке, то нет этого вот ресурса. Да, мы не берем процессор на время на то, чтобы переключаться. Но, опять же, я уверен, что если мы там прыгаем с потока на поток, там включают, ну, механизм все равно один. Вы знаете, что, по сути, котлин использует те же ресурсы, что и Java, и когда там идет, скачут потоки, ну, это просто, смотрите, то, что, сорян, сейчас, чтобы не трогали. Как бы проводится, что оно легче, чем поток, да, там, но я думаю, что одни и те же инструменты используются. Просто в тех кейсах, когда мы в одном пуле это менеджем, да, то тут как бы нет этого кейса. Если между потоками, скорее всего, там есть какой-то механизм, все равно будет немножко тяжелее, чем обычно. Да, но глобально это все равно легче и проще. То есть есть миллион бенчмарков, я, кстати, тоже хотел добавить, но не успел, выполнение, когда могут запустить в один момент, там, 10 тысяч корутин, да, и у тебя нету out of memory или еще чего-то, ну, что, например, с потоками мы не можем сделать. Да, в какой-то момент, если мы будем фигачить 10 тысяч потоков, то рано или поздно у нас будет out of memory, это, это наверняка. В коротинах, как бы, такого нет 100%, сейчас, секунду. Солько памяти потребляет одна коротина? Я вам прям не скажу по точному, но там что-то несколько байт, ну, то есть там оно будет в отличие от того, что, ну, там, посмотрите, даже вот в презентации ссылочка будет, там прям рантами фигачат это все, и оно выполняется меньше, чем за секунду, эти 10 тысяч корутин, и на производительстве вообще никак не сказывается. Ну, потому что они там сами по себе, ну, что, по сути, да, вот стоит машина, это программа, которая стоит, ждет своего времени, вот, и они не фигачатся, они просто, получается, какой-то там больше своей времени выполнения, они находятся в ждущем состоянии. Они свою джобу сделали, ждут, вот так вот, как бы, идет быстрое переключение за счет оптимального алгоритма, и, как бы, бамс, и все готово. Ну, я знаю, что такие на пальцах не показываются, но, опять же, я пока в процессе этого понимания, и на вас, как бы, тренируюсь, как слушатели, вы сейчас зададите вопросы, я себе их помечу, и в следующий раз я расскажу намного круче. Вот. Следующий плюс, это, опять же, ну, то, что все говорят, это избавление, да, колбек-хелл, ну, когда у нас идет анонимный класс в анонимном классе, начинается от этого вот в их канале, а все. Ну, в принципе, частично мы это решали, проблему с Rx. Мы, грубо говоря, из колбека перешли там в промо, суда, фьючерсы, и у нас начались вот такие вот нечитабельные какие-то штуки, которые, ну, для неподготовленного девелопера бывают иногда очень непонятные. Как в 2016 году может получиться колбек-хелл, если используется, например, если вы Kotlin не используете, а используете Java 8, то там никаких колбек-хеллов, как бы, и не будет. Смотри, в 2014 году, по-моему, я вот сейчас не помню, там, по-моему... В 2014, ну, в 2014, может быть, вы. Да, там был еще, были, не было ни лямб, ничего, и все это было анонимными классами. Студия как могла нам как могла на их там схлопывала, но тем не менее, когда ты начинаешь что-то ковырять и дебажить, у тебя начинаются вот эти бесконечные конструкции. Вот тогда все было печально. Вот, да, как бы сейчас есть Rx, ну, я же говорю Rx, я помню, когда там мне попал проект на саппорт на Rx, у меня сначала просто был взрыв мозга, я не понимал вообще, что происходит. Как это? Что больше из-за Rx, а просто из-за того, что у тебя там эти лапша из анонимных классов? Нет, я имею в виду, говорю, когда уже ушла лапша, да, появились у нас Rx, получался вот этот вот, да, стейк методов, который непонятно как, что откуда прилетает, куда летит, и вот, ну, надо было тоже сесть, просто погрузиться и понять, что происходит. Но, как бы, карутина это решает за счет того, что, да, у нас уже появляется логический код, да, как бы вид блокирующего кода с функциями асинхронного выполнения. Ну, это то, что... Блокировать можно и на Rx, можно блокировать. Нет, 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 я говорю стильное описание кода. То есть у вас в коде, если вы там вернетесь, да, у нас будет код, стиль кода, как обычный блокирующий код. То есть методы, 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 нету там никаких вот магических каких-то там, да, там ты фигачишь там методами, потом бах, у тебя функциональщина включается, там, метод блок Rx. Можешь там блокингет вызвать в Rx, и у тебя будет тоже блокирующая все. Нет, 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 стиль кода. Я не говорю про блокирующие коды. Ну, стиль это каждому свое. Ну, когда ты пишешь в одном флоу, да, в принципе, что как и Go, ну, проводят, в принципе, так и Kotlin. Это природная читаемость кода, да, то есть они там все эти конструкции свои делают так, чтобы язык был максимально приближен к человеческому языку. Ну, ну, если вы там вникали, да, изначально из манифеста там того же Go, Kotlin очень похож. И тут они за счет своих suspend функций продолжают нам, что мы пишем весь код одинаково. У нас нет там, да, что там, ага, вот тут, короче, мы сейчас идем на сервер, вот тут вот мы фигачим наш этот Rx модуль, тут что-то уходит, что-то обрабатывается, а потом мы с этим работаем. Ну, здесь оно все идет, вот этот, тут метод, который идет на сервер, тут мы его вызвали, как бы оно все, ну, натурально, да, выглядит во всем этом. Вот, ну, это, кстати, мы как раз к последнему моменту перешклинули. И самый профит из приложений, которые мы заметили, которые можно померить, на небольших приложениях, когда мы включили Kotlin'овские карутины, то вес приложенька была там порядка 6 метров, с Rx порядка 15. Что-то у вас такие за приложения? Нет, ну, это, я же говорю, это небольшое приложение, которое, ну, просто сам факт, что вес в библиотеке, ну, бывает разная ситуация. Например, у меня встречалось приложение, которое было заточено на индийский рынок, вы знаете, да, специфика индийского рынка, это специфика их телефонов, это дешевые, слабенькие телефончики, у которых мало памяти. Вот, и там как требование было к этому приложению, там вообще было ограничение по библиотекам, там почти все было написано рукописно. То есть там, не дай бог, какая-то библиотека привнесет какие-то лишних пару метров, ну, это уже как бы катастрофа. И там просто там TeamLead очень сильно за этим следил. Вот, поэтому, ну, если, допустим, вам у вас задача стоит немножечко уменьшить АПК, и, как бы, смотрите в сторону крутин по отношению Rx, и Rx выпилить впредь крутину. Это, как бы, имеет смысл, как минимум, хотя бы просто сэкономить место на телефоне. Ну, хотя, да, сейчас там проводится, что все у нас там, сколько, 128 гигабайт, все круто, но, как бы, это тоже профит, который мы получили, ну, и имеет место быть. Вот. По поводу минусов, по поводу минусов. Ну, наверное, главный минус, я тут их даже не выносил, это все-таки надо погружаться в эту тему. То есть для Android-разработчиков эта тема немножко новая, но такого раньше не было. Как бы, понятно, что все привыкли Rx, да, Rx, там, все круто, забыли. Я уже даже, там, общаясь с разработчиками, с многими, понимаю, что многие даже не помнят, как это было до Rx, как работать с потоками. Ну, Rx все было плохо. Ну, почему? Ну, интерпрайзы работают, и все было ок, и очень долго было ок, никто не жаловался. Ну, а на Android-е все из-за лестинг-таски пока не было Rx, плюс всякие самописные штуки. Да, мы писали, да, мы писали свои там самописные тред-экзекьюторы, которые там сделали свои очереди, да, там, выполнение, как бы, ну, по сути-ка, рутин это тоже, как бы, там, ничего под капотом такого смертельного нет, там, все точно так же написано, да, там, опять же, тот же там тред-экзекьютор, который просто в определенный момент шедулит эти джобы и запускает по очереди. Ну, опять же, если тебе нужно, например, в четырех ресурсах сделать запросы, потом в случае каких-то потенциальных нетворк-эроров тебе нужно похендлить нетворк-эрор, тебе, ну, с карутинами будет намного сложнее, да, все, чем с Rx. И вот не будет. Ну, вот как раз вот такие моменты у нас тоже, как бы, проекты написаны там, покляну, да, у нас там идет мердж данных с сервера, с локальной базы данных, вот мержится там все очень просто. Я просто, что я говорю, не успел достать эти кусочки кода из своей презентации, вернее, из своего кода, все делалось на коленке, но, если будет интересно, мы можем пообщаться, там, придете ко мне в Skype, кому интересно, позадаем вопросы, я вам покажу эти моменты, как оно работает. Ну, то есть оно реально, мы, уйти от Rx на карутин очень легко, абсолютно. Как обстоит дело, вот, вы пишете, и у него тесты? Да. Как обстоит дело с покрытием этих suspend функций, покрываются ли они и у него тестами, или каких-то нужно делать пляски с бубном? Вот, кстати, вопрос хороший, мы к этому еще, кстати, не дошли. Это вот следующий был мой план по тому, как у нас, по плану внедрения, мы сейчас хотим, смотрим бенчмарки уже по производительности. Ну, пока карутины работают быстрее, чем Rx, это факт. Ну, не то, чтобы колоссально быстрее, но немного быстрее, но не на всех кейсах. Не на всех кейсах, но где-то вот процентов, наверное, 75-80 кейсов, они реально работают быстрее. Там больше не побыстрее, там, бывает на больших количествах операций меньше памяти, потребляют хорутины, а так? Ну, вот мы просто, как бы, ставим свои тестовые бенчмарки, я же говорю, что мне обещали сегодня дать, но у нас вчера был просто крейзи день, и я, на самом деле, презентацию-то закончил 15 минут назад, и не дошел до вот этих всех моментов, которые я хотел включить. Вот, но после этого мы хотим попробовать тесты, ну, я знаю, что андроидщики… Ну, кстати, а как у вас компания, сколько человек, какой процент проектов покрывается юнитестами? Процент 80% в проекте юнитест. Нет, нет, проектов. Ну, это зависит от реквариментов, но в основном стараются все покрывать. Ну, я знаю, что во многих компаниях этот процент стремится к нулю, у нас по проектам, это, наверное, порядка 40-60 проектов, ну, по-разному, как бы, краткосрочные проекты, кто-то отваливается, кто-то появляется, мы уже покрываем тестами. То есть это уже, как бы, мы изначально готовим, что, да, чуваки, все, этот проект будет подкрыт тестами, и клиенты об этом тоже прекрасно понимают. Вестимейт – это включено, правда, не всегда озвучивается, потому что, ну, я думаю, у вас специфика подобная, что не каждый клиент захочет писать, ой, платить деньги за тестирование, ну, за автотестирование. Зачем? Говорят, я лучше возьму двух тестировщиков ручных, они там все протестят. Ну, это так, наши линии тесты, они уменьшают количество багов и уменьшают эфорты от тестировщиков. Тебе даже не нужно много тестировщиков, что-то, окей, есть хорошие линии тестами. Я это прекрасно понимаю, я это доношу, но там уже, как наши аккаунты и как с Вилзы это продадут, тут уже вопрос к ним. Ну, как бы, я со стороны, я с технической стороны, как бы, это все прекрасно понимаю, могу донести вопрос клиенту к аккаунту. То есть готовлю он за это заплатить. Вы же знаете, что рейты все равно разные, чем разработчики QI. Иногда рейты бывают так, что ему, чем одного девелопера посадить там 5 QI, они будут сидеть это все тестить. Ну, опять же, каждое изменение, потенциальная регрессия. Да, 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 это факт, сейчас не об этом. Вот, об этом мы обсудим отдельно. Давайте еще раз, что же, кстати, время презентации мне закончилось. Полезные ссылочки. Первым делом посмотрите вот этот YouTube презентацию, там в Яндекс.Школе Лизаров рассказывает очень круто, очень подробно. Вот я понял после просмотра видео со второго раза, понял прям все совсем классно. Иногда пересматриваю, вот очень классный доклад. И опять же, да, на GitHub там есть гайд, гайд с примерами, гайд специально для Android. Такой да, ссылочка на Хабр, где можно русский перевод статьи Лизарова почитать. В Kotlin, Lank уже они тоже добавили информацию по картинам. Есть смысл туда смотреть. Смотрите, я рассказал настолько малую часть того, что момент с Rx и с маппингом, это все даже вот в этих примерах, вот здесь вот, пом-пом-пом, вот тут оно есть. И там это все показано. То есть, ребята стараются сделать гибкий инструмент для того, чтобы нам помогало. А вопрос в том, как мы его будем использовать, поэтому вот, когда мне спрашивают какие-то плюсы или минусы каких-то инструментов, ну, тут вообще бессмысленно об этом говорить. Надо говорить о компетенции разработчика. Потому что любой хороший инструмент можно применить так, что ты потом будешь сидеть, выпиливать его, тратить кучу времени на рефакторинг и плакать. Ну, я видел конструкцию, недавно там проект был, в котором был Rx-1, обернут Rx-2, а потом еще был опять Rx-1, и что-то там, в общем, это было так ужасно. Я не понимал, я пока понял, зачем они это сделали. Вернее, это не было времени на миграцию. Ну, наверное, да, хотя, как бы, потом люди заплатили за рефакторинг, который, ну, как бы, ладно, это уже другой вопрос. Вот, ну, как бы, мой личный совет, пробовать в любом случае надо, потому что все вы помните, да, что Kotlin уже доминирующий язык для андроида. Это hype-driven development. Ну, смотри, как бы, тот же... Я именно про корутины имею в виду hype-driven development. А, ну, смотри, они, ну, почему там корутинами пользуются в Go, например? Ну, в том же Go там корутины, они были изначально, это одночасник языка. Ну, вот в Kotlin тоже, как бы, они, по сути, есть изначально. Ну, там какая-то там сейчас версия 1.2, 1.3 скоро будет. Они сейчас это вшивают, язык молодой, язык развивается. И вот, мне кажется, ребята еще сами, ну, как бы, ищут свою нишу, для кого они делают этот свой язык, чтобы не получилось там, как со скалой, да, который... Помните этот hype на скале, который был, сколько, года 4 назад, когда надо было все скала, везде была скала, и скала был там самый потенциальный язык, и что сейчас с ней происходит? Ну, вот такое. Не, ну, просто они боятся, чтобы с Kotlin не было точно такого же, но, как бы, наверняка могу сказать, что для Android это пока Kotlin язык, но на Java уже уходит. Посмотрите документация, документация уже вся на Kotlin, и вспомните Eclipse, и когда выходила Android Studio, что говорили Google, да, что мы поддерживаем community, все будет хорошо, и кто сейчас пишет на Eclipse? Не знаю. Ну, вот, поэтому, как бы, Kotlin точно так же потихоньку вытеснит из Android Java, вот, а если Kotlin... А если Kotlin не вытеснит? Ну... Такая будет статия, как Subjective, если в том, то же самое будет. Ну, я сейчас заспойлерю момент с презентации 22-го, сколько там осталось того Android? Ему осталось уже там, ну, сколько, Google анонсировал, что через пять лет уже Android не будет, и будет другая операционная система. Вот. Ну, как оно будет дальше? Может, и Владимир будет через пять лет, кто знает. Это точно. Поэтому... Поэтому... Приходите 22-го. По Kotlin, давайте, что еще, какие моменты... Ну, из моего опыта, как бы, все запросы, там, уходить с Rx и приходить, если у вас очень простенькое приложение, это вообще стопудово надо это делать. Если какие-то более сложные конструкции, то где-то можно миксануть, потому что, ну, не всегда классно фигачить там Rx конструкции, чем где можно заменить парочкой там Kotlin. Вот. Ну, то, что вам придется поучить, почитать, это факт. Ну, ну, с другой стороны, мы все разработчики, все девелоперы, и все девелоперы должны постоянно учиться и развиваться. Вот. Вот. Вот.